Главный тренер футбольного клуба «Родина» Денис Владимирович Тимонов. Денис Владимирович, ничья, событий, много голов, много атак, туда-сюда. Насколько закономерен ток и насколько вам понравилось действие вашей команды? Скажу так, что сегодня встречались молодая команда и более старшая, опытная команда, которая поиграла в большой футбол. Куда быстрее стремимся к своей команде. Чего мы хотим достичь, чтобы наши ребята играли на том высоком уровне. По игре скажу, что то, что мы когда-то у нее работали, ребята по первому тайму и второму тогда выполнили всю нашу западную работу. Хочу им сказать огромное спасибо за желание от самоотдачи. Это сегодня, можно сказать, зашкаливало. За это им огромное спасибо. По сопернику скажу, что понравилась середина поля. Двое опытных игроков, там, двадцатый номер и... Зюзюзин или, как по-моему, еще игрок есть такой. Мне понравились, что опытные, спокойные, все по делу. А так, в целом, команда хорошая. Желаю сопернику дальнейших побед. В целом, такой вот. Насколько тяжело отыгрываться, когда опытная команда первым сбивает? И насколько важно было это сделать с помощью домашней заготовки? И, я так понимаю, это будет как стимул для дальнейшей работы в этом направлении? Ну, вы прекрасны знаки, вот, и всегда, когда проигрываешь, естественно, намного тяжелее отыграться. Вот, ну, в целом, в принципе, на то и футбол, что иногда ты выигрываешь, иногда ты проигрываешь один мяч. Это Новоросский моделил в команду. Я считаю, что ребята сегодня выигрывались на сто процентов и показали хороший футбол, хорошие скоростя. Вот, и я им разгромки сказал, что если мы будем играть в такой футбол, значит, мы будем кинерские футболисты. Это самое главное для нас. Насколько неожиданно было для вас, что соперников в начале второго тайма прибавит и создает довольно значительное давление на ваши ворота? Насколько важно было в этот период перетерпеть, чтобы потом снова вернуться? И в концовке уже диктовать свои условия? Ну, естественно, мы знали, что на самом этой команде, потому что, ну, еще раз повторюсь, что в этой команде играет много опытных футболистов. Вот, и мы знали, что они могут в другой момент как прибавить, так и таксически сыграть. Так что я считаю, что это футбол, да, они молодцы, они прибавляют, но все равно мы перестроились, забили бол. К сожалению, потом сразу же пропустили, да, после своей ошибки. Но все равно в конце должны были нажимать их. Вот, к сожалению, вот не забили тот гол, который, можно сказать, назревал, да. На последних минутах наш игрок вышел один на один, вот, мы не спокли, или просто вторая адаптация, в принципе, я играл доволен, вот, и считаю, что мы должны были выиграть этот игрок. Можно сказать, что обе команды могут остаться недовольны итоговым счетом, потому что на последних минутах получился играть без центра поля, то есть момент по одну сторону, в тот же момент по другую сторону, а в итоге ничья. Да, конечно, но это мое мнение, может, у другого тренера будет свое мнение, вот, я не исключаю, что соперник тоже играл только на победу, потому что они выходят на футбольное поле и хотят, как и любая другая команда, достичь положительного результата, вот, я считаю, что... Спасибо большое за комментарий, успехов, ваши комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, закономерен для итогов. Ну, практически во всех случаях счет на табло заражает. Бывают несправедливые счеты, но в данном случае это не тот случай. Счет, значит, я считаю, что мы не наиграем на победу, вот, до соперника не буду боять, но мы могли и так, и так, и так, могут завершиться и победу на что же, но могли и получить на последний ночь. Поэтому, оставляя, там, за сколько мы ввели моменты, ключевые, там, можно рассуждать долго, можно было, там, так себе, судья, где-то что-то... Ну, я больше прогреповываю, что игроки всегда не так, как хотелось бы, значит, по-дому и, в принципе, закономерен. В какой игре вы готовили сегодня, что в итоге получили? Ваши ждания оправдались? Ну, примерно оправдались. Я знал, где мы будем прихрамывать, на одну, как минимум, на две. Есть эта болезнь такая, она присутствует, пока я месяц прошел, как командир. Сразу же, их не получается избавиться. От соперника, ну, в принципе, то я так и ждал. Я не то, что изучал, сидел кропотливо. Здесь многие команды, они, как сказать, укомплектованы близкими по техническому потенциалу игрокам. Вопрос только в сыгранности, в какой-то там игровой совместимости. Ну, то, что проповедуют соперники, например, о любви, нет. Достаточно неплохое направление, да. Имеет право на лучшее. После перерыва ваша команда очень серьезно взялась за игру. Серьезно соперника так продавила немножко, да, вашего хозяйка, и потом опустили. Почему не удалось играть в свои пользы? Это называется класс. Класс игрока, который вспышками играет, добивается условий на каком-то отрезке игрового времени. Игрового времени получает какое-то преимущество, а потом его теряет. Часто в хороших командах соперник заставляет менять. В более средних командах, я считаю, что была инициатива у соперников в первом тайме. Они иногда нам сами давали и отдавали инициативу потери мяча. И мы им сколько теряли. Тут не только ветер, только и политическое мастерство. Мы мешаем другу, понятно, что потери есть. Но бывают моменты, когда терять мяч нельзя. Дезботить другу, паздывать кто-то не туда. Потеря – просто подарок мяча. То, что отпустили, как вы говорите, наверное, заслуга и соперника, и заслуга, в кавычках, наших игроков. Потому что эпизод, во-первых, внутренней кухни. Но как распоряжались недельные моменты наши игроки, меня это не устраивает. Полностью. Потому что надо, ну, дальше. Должно учиться и двигаться вперед. Концовка матча, наверное, очень понравилась болельщикам. И одновременно, наверное, была очень волейтольная для тренер-проиграющих. Что вы чувствовали в конце? Обидно было бы пропустить? Либо наоборот, вы хотели, чтобы команда взяла вперед и взяла? Конечно, обидно. Когда ты идешь вперед, тебе кажется, что давай, давай зайдем. Потом, когда дырка в обороне и потеря позиции, и контратак опасно заберет, ну, блин, давайте скорее вставляем. Уж нам согласен, пусть не пропустит. И когда игрок-соперник нам подарил ударный шоворот, все сразу забудут. А я бы вам сейчас сказал. Вы сопернику скажите спасибо, что он пробил вышоворот. Иначе мы сейчас будем без очка. И задайте вопрос, почему вы с 11 метров бьете, даже не в ворота, а в минимум ворота отдаете мяч в соперник. Когда вы разыгрываете. Исполнительское мастерство. Холдокрое. Тут все, что можно. В выходе проникающая атака делаете, и культура паса, она своя живот лучше. Вы вспомните про эти моменты, когда вы пустились туда. Будете ловти пусать. Хорошо вас простили. И мы их простили, но они хозяева ответили вежливостью. Поэтому я уже повторяю, что обидно проиграть было бы им и надо в концовке. Ну, наверное, 2-2 разошлись мы до конца, но и вы лично. Я считаю, что мы на победу не наиграли. Олимп – это новое имя в профессиональном футболе, которое уже зарекомендовало себя на любительском уровне в Московской области. Были победы, потом отвердились немножечко на любительском уровне. А вот насколько далеко простираются желания и абиции именно в профессиональном футболе? Ну, я так далеко перспективы не буду рассуждать об этом. Мне пригласили тут помочь достаточно молодых игроков, 19-20 лет, чтобы они не затерялись на футбольных просторах. Чтобы свой Олимп у них тоже был повыше уровнем. В этом плане есть тренерский интерес, азарт какой-то. Потому что я давно не обращался к Торлии. И, в принципе, не было там статуса, высокомерия, нет. Просто не было такого, что необходимости. Поглядывал, искал игроков каких-то, знакомых, не тех, кто появляется. Но здесь в этой команде мне главный интерес молодых. Посмотрите, как и тренерский азарт. То есть, что мне получится, чтобы он играть все лучше. А насколько далеко? Ну, есть руководство клуба, которое строит там планы. Всегда вопрос финансов встает, на первую очередь. Финансы решают вопрос кадровый. Кем тут комплектируешься? Это будет брать игроков. Это любой лиги. Это серьезный момент. И все замыслы на поле делают. Осуществлять игроки. Мне и хочется, чтобы игроки перетянулись и, допустим, через твое время играли. Как минимум, фунные. Их были нужны. А отдельные, может быть, блиншие. Чемерный Тепец сказал, о! Дорос до премьер-лигии. Вот это главная цель. Поменялись. Для этого я пришел. Есть такой интерес мотивационный.